Михаил Ланцов Безумный Макс Полковник Империи Предисловие Это была совсем другая Первая мировая война. Наш современник провалился в прошлое, в самый разгар Тоненбергского сражения и доказал, что роль личности в истории абсолютно, но не всякой и не везде, а лишь оказавшейся в нужное время и в нужном месте, но и ведущей себя как личность, а не как жалкая амеба. Сколотив отряд из бродящих по лесам солдат-окруженцев, Максим покатался по тылам немцев в Восточной Пруссии, разрушив им всякое управление войсками. А тут и генерал Рененкамп подсуетился, отрезав восьмую армию Гинденбурга от крепости Кёнигсберг. И пошло-поехало. Уже к концу осени 1914 года русские войска вышли к Одеру, практически на всем его протяжении, осадив еще и Данцинг. А немецкое наступление на Париж сорвалось в куда более масштабной форме, чем в оригинальной истории. Началось неспешное выравнивание линии фронта. Да такое медленное, что германцу удалось закрепиться только на реке Рейн. Компания 1914 года завершилась. Но бои шли не только на фронте. В результате ряда скандалов военный министр Сухомлинов оказался арестован на год раньше положенного срока. Его сменил Поливанов, вплотную занявшись вопросами снабжения армии. Поливанов прекрасно справился с этой задачей всего за полгода, с осени 1915 по весну 1916 года. В условиях фактической блокады Турция перекрыла Черное море, Германия Балтийская, а в Белом был лишь маленький Порт-Архангельск. В результате увеличился выпуск винтовок в два раза, пулеметов в четыре раза, патронов в 1,7 раза, орудий в два раза, снарядов более чем в три раза. Посредством модернизации казенных заводов и широкого привлечения частных мощностей. В этой ситуации было все мягче, так как турки в войну вступили только в июне 1915 года. Кроме того, начала интенсивно строиться железная дорога к новому городку Романов на Мурмане. Да и травля собственных подданных немецкого происхождения прекратилась, многократно облегчив напряженность внутри России. Наш же герой, имитируя частичную амнезию, попытался встроиться в местное общество. После определенной возни он получил статус сгинувшего на полях Второй Балканской войны бастарда светлейшего князя Меньшикова Корейши, ведь, похоже, в довесок к документам о происхождении ему дали и подходящие свидетельства об образовании, ведь никак нельзя, чтобы боевой офицер со столь славными достижениями ходил не о чем. По бумагам, во всяком случае. И все хорошо, но Максим не был бы собой, если бы не умудрился вляпаться в одну очень дурно пахнущую историю. Оказалось, что та медсестра, с которой он крутил роман в госпитале, не только от него понесла, но и оказалась дочерью императора. И только чудо спасло его в той ситуации от пожизненной ссылки в почетную стражу к белым медведям, а точнее Татьяна. Это для него вся эта история была интрижкой с сексом в подсобке, а для нее большой и чистой любовью. По-настоящему. И отец великой княжны позволил им сочетаться марганонетическим браком. Слишком уж высоко он ценил семейное счастье. Тем более, что Максим не только славно воевал и помог разрешить кое-какие политические вопросы, но и приложил руку к облегчению положения его сына и наследника, подсказав способ борьбы с гемофилией, что ценилось Николаем Вторым крайне высоко. На этом обрывок книги подошел к концу. По ссылке в описании под видео вы можете перейти и послушать полную версию этой книги, а также скачать ее в mp3 формате. Также эта книга доступна в тексте. Ссылочка в описании под видео. И помните, авторы тоже хотят кушать, по крайней мере, те, кто еще живы.